Бурьян или Бурьян. Метровые сугробы у Колизея и Ватикана для римлян зрелище настолько невероятное, что не все знают, как правильно называть то, что к ним пришло из Сибири. И учатся лепить снеговиков, расчищать машины голыми руками. У святого Петра священники играют в снежки на Чирку Массимо, в древнеримском ипподроме, где устраивали скачки на колесницах. Теперь трасса для горного слалома. Это самый сильный снегопад в Риме, что я помню. С 1985 года такого не было. Такое время случается раз в пять лет. Снег обычно долго не лежит, тает. Но этот сибирский буран, холодный циклон со снегом, ветром и минусовой температурой, в столице Италии задержится на двое суток. Мэрия распорядилась закрыть школы, детские сады. Министерство гражданской обороны приказало не выключать батареи днем. Итальянцы обычно отключают отопление, уходя на работу экономят. Полиция просит не трогать частный транспорт, который почти весь на летней резине. На детских садах и школах Мэрия решила не останавливаться. Особым приказом закрыты все городские виллы, парки и кладбища. Фонтаны решили не выключать, чтобы не замерзли. К Мэрии в этот раз впервые. Почти никаких претензий. Все предупреждены. Соль на дорогах рассыпана. Запершись дома, итальянцы ударились в творчество. Сравнивают Рим с якутским Аймеконом. В интернете появились фотографии с лайками на окружном шоссе. Карты горнолыжных трасс с советами, где кататься удобнее. У Пантеона или Колизея туристам, которым рассказывали, что в конце февраля в Рим обычно приходит весна, эти виды запомнятся надолго. Это чудесно. Я никогда раньше не видел такого в Риме. Просто невероятно. Мать природы сегодня буйствует. Также по-сибирски холодно почти везде в Европе. В Польше, в Северной Европе, на Балканах. Во всем виновата внезапное стратосферное потепление в 30 километрах над Северным полюсом. На смену западным ветрам пришли восточные и принесли с собой поздние зимние холода. На автострадах ветром в кювет сносят тяжелые фуры и автобусы. Дорога не расчищена. И хотя снегоуборочная техника работает, ехать практически невозможно. Холодно, снежно. В Европе будет до конца недели. А потом дожди пугают синоптики. Это значит, нужно готовиться к наводнениям. В мэриях итальянских городов уже начинают готовить мешки с песком.